Одна война с эльфами уже закончилась, а другая только на подходе. Я вас приветствую, друзья, с вами Верус, и с высшими эльфами уже были у нас первые стычки, достаточно серьезные. Я все равно брал там деньги, потому что, а смысл там восстанавливать потери особо. Мне нужны бабки. Мне бабки сейчас не помешают. Это даже поважнее. Вот только бы орки нас не грабили, и все было бы замечательно. Вообще прям было бы прекрасно. Так, у нас армия только здесь не походила, и Влад фон Корштайн, дело такое, да. Луан Леанкур попадает под раздачу. Давайте нападем. Манфор там как раз еще пришлет нам подкрепление небольшое, но все-таки оно будет. И Манфор не успели они даже забрать. Ой, какое чудо. У нас есть передовое развертывание, так что его арта вообще ничего не сможет сделать. На подкрепление мы особо рассчитывать не будем. Смысла не вижу. Ну, что там, парочка скелетов. Для массовки они зайдут, но, блин, тут переправа. Переправа усложняет нам всю работу на самом деле сейчас. Переправа. Это шанс, с одной стороны, реализовать лучших героев, так как они могут танковать, скелеты просто прикрывать, и мы реализуем их более эффективно. Но, с другой стороны, на этой маленькой площадке, где нам придется сейчас сражаться, мы даже в тылу не сможем никого разместить. Просто-напросто никого не сможем. Даже какой-то пиксель тут не даст нам зацепиться однозначно. Никакого читерного пикселя. Переправу защищать придется исключительно в лоб. Ну, точнее, штурмовать. В этот раз мы ее штурмуем. Все-таки я считаю, что нужно как-то урегулировать вопрос, чтобы игрок мог видеть, будет ли сражение на переправе или нет еще до того, как это самое сражение началось. Кавалерию уводим. Кавалерию пока что оставляем сбоку. Летуны, конечно же, естественно, будут сейчас атаковать с разных флангов. Они, ребята, не привязаны к суше, так что через речку перелетят. На этот счет мы не переживаем. Элиту ставим позади. Она нам не сильно, я думаю, сейчас и пригодится. А герои пусть возглавляют наше шествие. Некромант. Ну и ты ударная сила. Все, мы готовы. Готовим тогда штурмовую группу, чтобы ее оперативно выдвинуть вперед. И начинаем битву. Все, какая-то магия в нас пошла. У-у-у, снаряды полетели. Ужас. Страсти-мордасти. Давайте мы сейчас подготовим почву тоже. Так, уходи. Ох, офигеть! Офигеть, посмотрите. Это же ополченцы, да. Ну, то есть, не самый худший отряд у бретонцев. Но снимает пол-ХП. Пол-ХП. Даже на паузу поставить нужно посмотреть, насколько оно прорядило. Вроде бы никого не убило сильно-то. Но... Сняло очень много ХП. И это намного важнее в данном случае. Все, владецкий. Работай. Все, владецкий. Это... Твоя власть. Все, погнали, погнали, погнали. Летуны. Мы вам тут небольшую поблажку дали. Влад. Давай небольшую хилку сейчас будем использовать. Вперед, 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 вперед. Все давим уже. Начинаем давить. Начинаем давить. Начинаем убивать лучников. Смотрим, что у нас по магии еще есть. А по магии у нас хило. Значит, еще и Влада привлекаем. К этой теме. У нас нет возможности сейчас и похилиться, и нанести какой-то дамаг. А дамаг хотелось бы сейчас уйтичь нанести. Ой, как хотелось бы донести до маг. До вас. До ваших... Ушей. Мои любимые зрители. Бретонцы. Коса мега читерная тема. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот летуны... Это плохо то, что сейчас... Мы уже были пару раз в ситуации, когда у нас летуны практически слились. Только они опять не хотят взлетать. Да что ж вы на суше как будто? Ну взлетайте сюда, окей. Окей, взлетайте сюда, раз вам так нравится. Нападаем, нападаем, господа. Луан Лианпур идет в... Расход. Лечим. Эти ребята выживут, я верю. Эти ребята выживут. Все, отлично, да. Они живы. Они живы. Круто. Летунов можно... Хотя можно их оставить вот здесь пока что. Ничего страшного. Не растают. Ну и Влад. Хиль всю эту толпу. Включай себя. Ой-ой-ой, а ты как-то тут без дела, мой друг. Да? Как так получилось, что ты у нас бездельник? Подключайся. Тут Луан дает отпор Владецкому. Все-таки говорит, что он не такой слабак, каким мы его хотим выставить. Блин, здесь магия еще не откатилась. Ладно, смотрим, как Луан сражается. Там, я надеюсь, наших летунов не расстреляют. Оно того будет стоить. Сражение Луан-Леанкура против толпы нежитих. Он все-таки один сейчас сопротивляется и пытается что-то здесь сделать. Так, двигаемся, да? Бойцы! Подкрепление можно. О, кстати. Че ешь? Вообще игнорю. Кавалерию, которую расстреливали артой. Вперед, вперед, вперед. А, здесь же еще герои есть. Господа. Не расстраивайтесь. Да ешкин кошкин. Давай, некроменсер. Некроменсер ты, руменсер. Вампир, справишься. Здесь. Один летун может пехоту тогда подавить. Один сюда. Я и забыл, что у тебя куча героев, братан. Я что-то целиком и полностью погрузился в уничтожение твоих прекрасных, замечательных лучников. И самого Луана Ленкура. Атакуем. Как вам такое зрелище, когда из земли вылазят скелеты и продолжают вас насиловать копьем? Ну что, Луанчик. Я смотрю, ты тут пытаешься еще вырваться даже. Он побежал, наверное, уже, да? Да, он уже бежит, конечно же. Луан бежит. Мы заработали еще один поцелуй и потеряли одного мечника вроде бы, да? И, скорее всего, одного копейщика. Но все сейчас идем... Хотя на хилку... Давайте не поведем летунов. Сейчас чуть-чуть паузу включим, чтобы успеть добить остальных. Чтоб вот уничтожить Трибуше однозначно. Чтоб добить остальную Шушеру. А вот герои и войска помедленнее будут уже лечиться. Уже на курорты отправятся. Так, летуны, бегом обязательно. Вам лечиться прям доктор рекомендовал настоятельно. И героев еще убить. А ну-ка, ты сможешь догнать и убить их. Давай. Героев тоже мы сейчас пустим. На мясо! Лети, лети, быстрей. Лети, лети, лепесток. Через север на восток. Нет, здесь ты уже никого не успеешь убить. Тогда лучше назад. Герои соваливают. Какая у тебя скорость? Тридцать три? У них тридцать четыре? Тридцать четыре? Нет, ты не догонишь однозначно. Кавалерия. Прошу тогда вас. И вас, многоуважаемая. Подсобить в этом деле. Остальные преследую. Не жалуйся. Не жалуйся, владецкий. Не жалуйся. Сейчас у нас еще одна лечилка точно зайдет. Еще одна лечилочка точно будет. Давай, давай, давай. Плюс один. Вот есть. И летунов подхилим. Летунов подхилим. Влада тоже. Героев его сейчас мы... Ну, постараемся убить. Блин. Не убили. Сбежали. Ха-ха-ха. Несчастные. Хотя, мы потеряли два даже отряда. И нам все равно первую победу. Ну, понятное дело. По количеству так-то мы потеряли... Ну, почти половину. Ну, там чуть-чуть меньше. Чуть-чуть. Но по качеству-то мы не сильно просели на самом деле. Сейчас эти скелеты восполнятся моментально. Буквально. И если нам еще и руку здесь засчитают после этого сражения, то спасибо большое. Восполнение рядов не буду брать. Беру деньги в любом случае. О! Они были на ускоренном точнее. Чтобы было не добивать. Ну, ладно. Зато лычки получили кавалерии. Убийство короля. Усиление натиска и стоимость найма для всадников армии лорда. Именно такие бонусы дает сейчас нам Луанчик. Луанчик. Пацанчик. Давай, мрачный рудник. Начнем тогда производить... ...железо. По отрядам есть как раз еще парочка скелетов. Поближе станем... ...к замку. Тут есть рука по соседству, конечно. И надо, наверное, поговорить с козлоногими. У нас-то с ними должны быть отношения более-менее. Хотя нет, с этими ужасные отношения, смотрите. Они могут еще и ударить по нашему... ...морфору. Парафору. Парафора, марафоры. Парафеты, марафет. Империя, понятное дело, нас ненавидит. С темными эльфами здесь тоже пока что отношения не идут в плюс. Они так и не хотят воевать с высшими. Это просто вынос мозга. Это, наверное, один из самых важных парадоксов. Но... Марати. Марати. Истина. Настоящая. Темная эльфика. Ну, в целом, она и породила, да, всю эту движуху с темными эльфами. Не маленький, ты же сам до этого додумался. Так что... ...неудивительно. Так, а мы еще и этих увидели, офигеть. Это восстание, или вы тут так и остались? Ну, вы так и жили здесь. Не продолжаете жить, и так еще и не проиграли ни разу. А кто воюет? А, однозначно воюют на горе, насколько я помню, с культом удовольствий. Так что точно будут отношения улучшаться. И все. Тирион, Авелорн, они не воюют с ней. Блин, это... ...вообще жесть. Они исключительно воюют с фракциями из Старого Света. Там еще Сафири жив. Сафири, Сафири. Норска тут. Бретонцам не дают жить. Мы пока что ждем еще одну армию. Альберик может и уйти отсюда, на самом деле. До Бастони, я надеюсь, он не успеет добежать. Хотя на ускоре нам есть такой вариант, что сможет. Так, а здесь нам что? Да, даст еще доступ к пистольерам. Обзор на карте компании. Можно, на самом деле, и драконов крови. На защиту от скверны, а не запятнанность. Да, будет самая одна из таких читерных тем. Так, шанс успеха засады скверна вампиров. Либо пистольеров копите все уже. И запас сил, чтобы у нас был нереальный. Ну, давай, ладно. Кавалерию возьмем. Возьмем кавалерию. И посмотрим заодно, что там у нас за герой появляется. Карштайны, некрорхи. Вот. Кровавые драконы. Доступ к ядовитым атакам. И шанс на успех засады. Ну, пусть. Пусть так. Все, сдаем ход. По идее, мы сделали здесь все, что нужно было в прошлой серии. Может, что-то и забыл, но... Уже этого не исправить. Уже это не поправить. Уже от этого никуда не деться. Вечная королева. Кровавая вечная королева. На их прохождениях, мне кажется, это... Это уже закон такой. Во! Альберик должен сейчас защищать свои территории. Аквитанию начать защищать. Понятное дело, что он может совершить не совсем логичное действие для живого игрока, казалось бы, если бы он был бы, да, живым игроком. И пойдет защищать более укрепленный город, у которого больше шансов удержаться. Но который буду штурмовать я. Поэтому радоваться пока рано. Пока рано. Такой парадокс вполне возможен. И даже Сетра здесь выиграл, да? В Маграхе разграбил его, по-моему. Конфедерация. Ну пусть. Пусть так. Хотя, че пусть. Империя не воюет с зеленокожими. Скарсник... Нас... Устраивал. Как буфер. Который более-менее держался. Зеленокожую же войну не объявят, мне кажется, империи сейчас. И как бы я их не просил, как бы я их не пытался подкупить, мне денег не хватит. И соглашаться на эту тему они не будут. Тут только если с империей договориться о перемирии, и потом спровоцировать их напасть на нас, это будет то, что нужно. Но империя, опять же, не захочет мириться. Практически... Стоп. Подожди, а... А, этот кусочек же точно там шир. Местный шир. Вампиреса. Крестьяне, общественный порядок? Нет. Давайте забрать ее земли. Пусть отношения чуть просядут с графами, но у нас они более чем хорошие пока что. Так что переживать не будем на этот счет. Где мои орки эти? Где эти наши союзники? С империей не воюешь, с Бретонией отношения за счет этого улучшаются. А империя? На кого ты можешь вообще отвлечься? Да, только на нас сейчас. О перемирии и речи не может быть. О том, чтобы втянуть войну в зеленокожих. Хотя шанс умеренный, смотрите. Мы можем их втянуть в эту войну? Есть ли смысл, с другой стороны? Рискнуть, чтобы заполучить больше территорий? Или пусть орки идут уже в империю? Даже ничего страшного, что наши, казалось бы, такие хорошие и благоприятные для нас земли в этом прохождении останутся не у нас. Вот, Альберик, про что я и говорил. Альберик поступает крайне неразумно, крайне опрометчиво он начинает защищать именно этот город. Хотя, с одной стороны, защити тот город. Я не факт, что пойду сразу на штурм. Хотя нет факт, что я пойду сразу на штурм. Это очевидный факт. Безусловно, я пошел бы сразу на штурм. Не стал бы я бы ничего там делать. И здесь я не дотягиваюсь. Блин, знал бы на ускоренном, но прошел бы буквально эти два сантиметра. Я могу подставить ногтева, чтобы он аквитанию не взял. Чтоб он аквитанию не взял. Но мы манфорт тогда подставляем под удар. И надо отменять строительство в этом случае. Тут и империя сейчас начнет атаковать. По-любому, по-любому империя тоже начнет нас атаковать. Порядок ухудшается. Предлагаю сейчас пройтись по соседним землям. Собрать скелетиков. Хотя бы. Хотя бы скелетов тебе взять. И вот такой вот уже стэк будет охранять наши земли здесь. Бесплатно практически платим. Три сотни, там четыре. По сути, это не такие большие деньги. Так, Изабелла. На Бретонию сейчас еще идут и орки. С вакхом и со всей этой ересью. Может быть даже замок Каркасон стоит оставить и Изабелли на ускоренном бежать. Не факт, не факт. Герои дотянутся до тебя? Да, конечно же, дотянутся. Здесь они до тебя дотянутся. Значит, Генрих, пока оставайся на территории союзников, чтобы восполнить потери. Герои будут рядом с тобой по-прежнему, чтобы не жрать бюджет. Тут мы воскрешаем... Ну, кого тебе? Кавалерию в целом мы потеряли. Один отряд кавалерии возьмем. Упырей я там тоже ужасов, если быть точнее, потерял. Но их мы не восполним. Пока временно заделаем брешь скелетами. Классика жанра для нас сейчас. Классика жанра. Это тема нашего прохождения. Мы используем в большинстве своем таких вот бомжей. Чтобы было интереснее, чтобы было разнообразнее. Есть 10 штук, даже в которые мы можем вложить склепы. Либо уже качать наших курганных духов и все. Давайте. Курганных духов качаем. Как и планировали. Не будем сейчас отходить. Опа! Неожиданный момент. Серьезно. Восстание, которое появилось в моих землях. Оно же должно было напасть на мой замок. Смотрите, какое вообще реально парадоксальное получается прохождение. Оно пошло вот сюда, в эту провинцию. Сняло осаду с бретонских земель, разбив Норска. Я так понимаю. И теперь стоит, грабит эти земли Норска. Точнее, Бретонии. Блин, кто б знал, что такое случится. Кто бы мог подумать, что сейчас это будет так. Ну что, дружище, Ноктил однозначно будет штурмовать. Однозначно. К бабке не ходим. Нам придется немножко потерять здесь народ. Потерпит небольшие временные неудобности. Но в перспективе мы должны будем захватить город. Целиком провинцию даже. Если все удастся как нужно. Если все удастся как нужно. Тут качаем стены лучше. Это наше все. Это наша защита. Это наша северная граница. Может быть пока что временная, но все-таки северная граница. Как ни крути, от нее никуда не денешься. Изабеллу уводить из замка Каркасон опасно, в плане, что здесь восстание 100% будет. Причем очень быстро. Очень-очень быстро оно произойдет. Пусть она потерпит чуть. Посиди, подожди, не переживай. Вы скоро с Владом воссоединитесь. Возможно будете вместе штурмовать Каркасон. О-о-о-о. Вот это интересный момент. Надо сейчас на королеву кровавую. Ну если она лично эту армию ведет. Если меч у нее. Если меч у нее, то она реально кровавая королева. Вот. И сейчас у нас очень коварный план. Нереально кровавый. кровавый и коварный. Мы начинаем бой. Мы начинаем сражение. Но сливаем его. Просто не позволяем нашим союзникам его забрать. ну вот такие вот карштайны. Жадные до власти, жадные до территории. Да и не только карштайны. Такое мы проворачивали временами и за другие фракции, когда нам нужны были территории. Все-таки это благородные для нас земли, благоприятные и мы как графы должны в них править. Исконные земли людей. Бретония, благородство просто здесь ну не сказать наверное не буду грубить, что это пустой звук здесь. земли все-таки благородные. Называют их по крайней мере так они сами. Посмотрим немножко на сражение. Главное сейчас нанести как можно больше потерь нашим потенциальным врагам и можно отправить а почему бы и нет на самом деле красотку пусть она свой маятник вихрь все закидывает все что есть закидывай все. вы сильно там не притесь вперед шоу там впереди хотите найти куча крабиков с пушками с этими мушкетонами я смотрю искусственный интеллект все-таки любит да ребят может от безысходности нанимает там все что есть да воскрешает и все не сильно не парится ну давайте штурмуйте вы о стену стену сломали исчезла в лучших традициях элезианистов так главное еще чтобы у меня не расстреляли моего мага как ни крути но он нам нужен а ну-ка раз мы а нет не можем я думал сейчас обманем жизнь маятник тоже отразится от стены мы очень близко поставили нет маятник сработал очень хорошо вот маятник зашел как нужно главное сейчас не упустить момент когда наши начнут союзники переламывать ситуацию и боевой дух упадет просто до невозможности у бретонцев в этот момент нам нужно сдаться смысл такой так что интерфейс я сейчас сворачивать не буду мы видим как у наших йоминов уже проседает тоже мораль остались только полководец паладин и рыцарь грааля более-менее свежий в плане морали давай по рыцарям грааля а замечательно терпим 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 есть возможность ну давайте кинем на рыцарь грааля еще одно заклинание и держим руку на пульсе чтобы сдать этот бой просто его слить договорняк договорняк во всей красе рыцарь играли никого еще толком не потеряли одного бойца он второй давайте 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 все сейчас полководец начинает проседать по морали и значит лучше сдавать чтоб это не случилось неожиданно сдаем бой вон наша королевна в отсутствии изабеллы даже полкишочек толкнула в яму но они сами ее копали она их просто чуть-чуть подтолкнула туда гарнизона теперь тем более нет лучники он еще один отряд остался но все это мелочи у нас по потерям немножечко что-то было влад отступил сильно правда и осталось надеяться что зеленокожий не дотянулся не должны на ускоренном могут добежать до этого помещения свободного а вот чтобы что-то еще сделать нет и Бретония еще не ходила да это плохо может быть просто потому что Альберик сейчас может напасть вот как я говорил конечно же империя попытается что-то сделать но здесь без шансов здесь мы отдаем здесь мы отдаем бой пусть чуть пограбят вовремя мы отменили строительство вовремя все это сделали прям зашло душевно и как нужно Хохланд здесь оказался подожди Хохланд а я думаю что я открыл территорию Хохланда и до них даже еще не доходил и союзники вроде бы там не шараебились получается Хохланд пришел скорстника бить и поэтому он законфедератился ой как замечательно а зеленокожие в лучших традициях лора отправляются на Ултуан офигеть не встать где такое еще могло случиться во первых чтобы без участия особо даже игрока орги разнесли но у меня это редкость гномов чтобы они разносили так и потом пошли на Ултуан в поисках доблестного соперника с которым можно морды друг другу побить красавица еще чтобы восстание ушло в другую провинцию потолкалось у нас потолкало собрало силы ушло вот это интриги я понимаю если бы такие интриги можно было реально вармутить что восстание поднять на своих землях отправить его в другую вообще территорию хочешь объявить мне войну да да хочет объявить войну ладно давай зовем всех зовем всех наших все наши уже прибыли все наши уже на месте гнев природы это где-то а тут просто восстание но ничего страшного разорили поселение ах вы черти ах вы имперцы это несчастный ну пусть там кто хочет тот восстанет альберик не стал выходить из крепости он даже не снял передвижение ускоренное со своей армии заставляет их там наверно марш вокруг города наворачивать чтобы они были уставшие понятно что если мы атакуем он там снимет по-моему этот режим автоматически но сам факт так владецкий 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 давай тебе коронный удар сейчас тебя я как милишника качаю как мак у тебя самое главное это наличие прекрасного замечательного я бы сказал лечение так у нас есть подкрепление круто здесь мы героев все-таки присоединим давайте объединим тебя распустим тебя тоже пусть герои покачаются после боя их выведем хотя после боя может быть и не стоит их выводить потому что ну может альберик свои исконные земли попытаться вернуть потом господи оп ай разорить разграбить и занять не давай просто оккупируем хотя можно разграбить и занять почему бы не давай все равно второй уровень начинаем строить стены как приятно когда в провинции зеленый климат это сносим лучше обычной даже казармы построить задание выполнено оккупируйте разграбьте разорите или разрушите не менее чем три поселения замечательно следующее задание какое переместите любого персонажа в следующую провинцию Миденланд король Марбат Эндельсхей был сподвижником Зигмара во времена становления империи он погиб в бою с орками пожертвовал собой ради спасения того кто впоследствии объединит племена людей для большинства подобное великодушие признак высочайшего благородства но в глазах Кеммлера это лишь источник энергии который можно использовать в своих целях вне всякого сомнения следы духа Марбата сохранились в его гробнице судя по текстам похищенной из имперских скрипториев она находится где-то в Миденланде однако это точное местонахождение держит в секрете возможно именно для того чтобы помешать чистолюбивым некромантам узнав об этом Кеммлер отправил агента в Миденланд но мы как раз если что вампира там наймем и он заглянет о рука есть отлично здесь рука появилась она и была но ничего страшного порадуемся еще раз регенерация регенерация орда нежити схелетов упырей зомби пляска 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 давай оживление как ни крюти подкрепление иногда реально спасает против той же лутернской сражи да можно было бы эффективно использовать как раз призыв чтобы они ну не то что убивали их хотя бы просто сдерживали большего от них бы и не требовалось так Влад забери этот на автобой красавчик с минимальными потерями можешь разграбить и занять позволяю тебе такую роскошь позволяю тебе такую нереальную роскошь местный кавалерий подожди а кавалерия это здесь занимается то что я сношу сейчас кавалерия это то что я сношу труповоз ну не будем сейчас использовать я больше предпочитаю колесницы катафалки вообще как-то не особо мне заходит да королева кровавая королева лично лично кровавая королева штурмует наше сейчас скорее всего побережье напряженная ситуация получится зеленокожие есть небольшая просьба к вам нападите на нее нападите на нее и разбейте красноглаза вы как ничего не хотите вассалом не станете отношения ухудшаются почему великая держава да но это самый такой парадоксальный наверное момент в дипломатии понятно это сделано чтобы усложнять жизнь опять же чем сильнее ты становишься тем больше тебя ненавидят но когда маленькая самая маленькая жалкая провинция после этого объявляет тебя войну когда ты оголяешь фланг ну с одной стороны да я ослабил там если увел войска в другую сторону они попытались вырвать кусочек но они же должны понимать что они не успеют разбить какую-то силу но все это сделано чтобы усложнить жизнь мы девятые влад второй морки первые сто процентов аронесси похоже будет не по силам взять скверно скайвин а может манфреда попросим он в перспективе может нам этот город и отдать давай манфред с кем тебе еще воевать сейчас скажи мне с кем тебе еще воевать тут в горах хохланд сейчас будет ошиваться блин а хохланд а но он же не прыгнет это же не орки давай флот ужаса тебе тоже задание придумаю тебе задача попытаться разбить вот этих ребят сыр хохланд должен быть расплавлен зверолюды давайте тоже вот сюда даже племена алых роз у нас идут сюда сейчас пусть этот мерзавец познает силу наших союзников и это мы еще лично не будем принимать участие в его избиении так последователи нагаша воюют практически со всеми хотя и династия раков тоже воюет с множеством царство дюм как минимум да это вообще сетры воюет давайте давайте попытаемся договориться может они что-нибудь выделят для нас право прохода например о стать вассалом прикольная тема неожиданная но прикольная а если давайте попросим допустим вас право прохода стать вассалом мы даже последователи нагаша согласятся стать нашими вассалами будет интересно будет очень очень интересно царство дюм можно кто посильнее давайте вот вас сделаем вассалом я думаю вы согласитесь тоже на эту тему право прохода нет они не хотят вот они как раз таки точно не хотят все-таки они посильнее они помощнее так что они не сдуются сейчас кемри у тебя вариантов и нет таких сейчас к сожалению ну давайте начнем с вот этих ребят можно лидер даже попробовать а нет она не захочет она вампиров ненавидит а она же все нетерпимо кланки вообще никак право прохода стать вассалом вот это неожиданный момент и воюет соответственно он только с нашими врагами это хорошо что теперь так это меня радует тогда и нагаша можно подмять под себя правильно почему бы и нет пусть участвует пусть участвует в этой теме династия готова крепкая дружба право прохода договор о ненападении но теперь он не захочет стать вассалом к сожалению но но мы поэкспериментировали на этой династии и наша мощь растет так что скоро можем и остальных царей скорее всего под себя поднять зато как я вам весело сделал вы теперь не воюете вокруг ни с кем а получается его соседским он воевал теперь царство дюн только с нагашем давай ну нагаша сейчас будут давить нагаша еще подпишет с нами договор это дело времени просто дело времени а мы тем временем заработали еще один поцелуй круто мы истинные правители интриги наше все 6000 а ну-ка есть что-нибудь поважнее сейчас аверл нет 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 аверхан не будем аргвилон борделом тут пока что не горит здесь тоже в целом не горит с орками пока пока отношения нормальны торгован можно на самом деле улучшить северные провинции черные горы черных горах давайте все-таки возьмем сейчас скверну распространять посильнее временные такие будут у нас действия в эту сторону иди сюда наводи хотя можно выйти позволить даже восстанию сейчас себя проявить порядок улучшится мы потом залезем мы еще и деньги получим так что все будет как нужно в этом плане в этом направлении мы справимся замечательно красный регион жрет бюджет очень сильно поэтому пора сдавать хоть хотя и забыла опять же опять же и забыла каркасон и там если кровавая королева идет к нам то может быть тебя и стоит увезти либо подождать и тебе можно будет тут парочку неплохих отрядов еще подкинуть тех же ужасов почему бы и нет почему бы и нет так где у нас еще восстание здесь эдикт здесь рост обязательно и сейчас скверно ну а ход предлагаю сдать давайте уже в следующей серии нам в любом случае наверное с этого придется и начинать смотреть что происходит с вечной королевой чтобы такая интрига была перед следующей серией нападут ли орки или хотя бы выдвинутся они в сторону или пойдут они именно на лотерн тут как-то ну такая ситуация интересная с ней она уже имеет хул пакет плюс еще меч кейна и неплохой взвод скорее всего и да там тени у всех эльфов есть я забыл что там вступающие в тени отдельный отряд у нашего литонара на этом на сегодня все так что друзья мои всем добра до следующего видео дима дима там